Майя является главным месяцем для посева и посадки практически всех овощных культур. Пробуждающаяся природа нам нашептывает, не откладывайте на завтра то, что можно сделать сегодня. Здравствуйте, дорогие дачники! С вами программа «Дачный мир» и я, ее ведущая Ирина Розаева. Сегодня в программе. Хотите, чтобы виноград радовал вас весь сезон? Подбирайте устойчивые сорта и высаживайте саженцы. Весенний уход за клубникой. Защита от насекомых. Какое средство выбрать? Альтернатива горшечным растениям. Предлагаем пряно-ароматические цветочные композиции на любой вкус. Балкон под ключ. Какие материалы при этом лучше использовать? Ароматный уголок можно устроить и на балконе. Не обязательно ехать на дачу тем, чтобы нарвать каких-то пряно-ароматических растений. Можно посадить в контейнер и поставить этот контейнер на своем балконе, либо лоджию. Для этого нам потребуется, как всегда, контейнер. Я не устану вам повторять, что в контейнере обязательно должны быть дренажные отверстия, через которые будет уходить лишняя вода. И когда вы сажаете растения, контейнеры всегда должны быть чистые. Если даже вы используете более старые контейнеры, они должны быть помытыми. Но и так как имеется дренажные отверстия, всегда должен быть поддон, на который выставляется ваш контейнер. Потому что мы следим за порядком. И на балконе мы хотели бы, чтобы была чистота и порядок. Лишняя влага будет скапливаться в поддоне, а не вытекать непосредственно на ваш балкон. Я выбрала несколько многолетних трав для посадки. Как всегда, нижний слой всегда идет с использованием керамзита. Вы можете использовать разную структуру керамзита. И обязательно насыпаем землю. Можно использовать для посадки лаванду, но это кустарник, и она будет занимать большую площадь. Я буду высаживать сюда три растения. Для этого я буду использовать душицу, различную мяту и соп. Добавляю еще немножко слой земли. И начинаю посадку. Эти три растения, они все являются пряноароматическими растениями. Но имеют различную высоту и различную ширину. Более прямую структуру имеет и соп. И соп лекарственный, у него еще второе название – синий зверобой. У этого растения есть синие цветы, но некоторые формы бывают белые и розовые. И соп не зря называют синим зверобоем. Вам всем прекрасно известны полезные свойства зверобоя. Так вот, и соп, он образует кусты в культуре, когда не в контейнере, а в культуре, по 60 см высотой и такой же диаметр куста. Можно использовать молодые листья у этого растения, можно использовать молодые побеги, а можно, конечно же, использовать цветоносы. Свежим, либо подсушиваем. И соп является пряноароматическим растением. Можно его использовать и для блюд, для заварки различных чаев. А можно использовать и соп лекарственный, как лечебное средство. Ведь в самом названии даже и сопа звучит. И соп лекарственный – название этого вида. Я посадила три растения из сопа. Посадка плотная, чтобы он образовал плотные кустики. Следующее растение, которое я хочу посадить с двух сторон – это душица. Всем вам знакома душица под другим названием – орегано. Обратите внимание, какая корневая система. Часть корневой системы спокойно можно обрезать, и это не принесет вреда растению. Такую корневую систему мы бы в полном объеме оставили, если бы использовали растение для посадки в грунте. Контейнер не позволяет нам этого, поэтому частично пришлось расстаться с корневой системой. Мы используем также и в кулинарии, и как пряно-ароматическое растение. И, конечно же, у этого растения масса лекарственных свойств. Душица может вырастать до 75 сантиметров в высоту. Ну и третье растение, которое я хочу использовать, третий вид – это, конечно же, прекрасная мята. Мята бывает разная, но сколько видов? 25 видов у мяты бывают и 10 природных гибридов. Я вот подготовила черенки мяты, у которых повышенное содержание ментола, но вся мята содержит ментол. Ну и теперь эти укорененные череночки я аккуратно отправлю к ее товарищам душице и соку. Мята также является и пряно-ароматическим растением, и лечебным растением. Всем нам знакомы чаи из мяты. Мы стараемся использовать различные пряно-ароматические травы. Конечно же, мне бы хотелось тут разбежаться, но контейнер не позволяет использовать все виды растений, пряно-ароматические и лечебные, которые есть возможность посадить. Я ограничена все-таки вот этой емкостью, которая небольшая, поэтому нужно всегда стараться знать меру в посадке. Теперь необходимо полить нашу вновь созданную композицию. Проливаем аккуратно. Растения многолетние, поэтому имеют хорошую корневую систему. Для того, чтобы эта корневая система закрепилась в грунте, необходимо его тщательно пролить. Проливая растения, периодически мы должны дать перекур, чтобы вода впиталась и просочила все слои. Я всегда говорю, что когда мы выращиваем растения, высаживаем растения, никогда не нужно торопышничать. Пока просачивается вода, я хотела бы сказать вам о том, что пока развиваются наши растения, спокойно можно использовать в качестве мульчирующего материала кору. Все зависит от вида растений, которые вы высаживаете. Вы можете использовать опилки, опять-таки желательно не хвойных пород. Можно использовать мохсфагнум, который обладает здесь еще плюс антибактерицидными свойствами. И теперь я замульчирую король, который создаст дополнительный декоративный эффект. И благодаря мульче нужно будет меньше поливать композицию. Декоративный эффект может не только создавать мульче, но пока развиваются наши растения, можно использовать различные украшения для этих композиций. Декоративный эффект Если бы меня спросили, какая ягода самая вкусная, я однозначно бы ответила – земляника. Но для того, чтобы получить урожай этой ягоды, необходима определенная агротехника. И первое, что нужно заняться на землянике – это прополка. Как всегда, каждое действие мы должны для себя хотя бы находить объяснение. Для чего мы пропалываем? Ну, во-первых, сорняки, которые растут рядом с ягодой, они являются переносчиками болезней и вредителей. Поэтому-то мы и их удаляем. Удаляем сорняки, получаем рыхлую почву. Именно в такой почве и любит расти наша земляничка. Заодно, когда мы удаляем сорняки, могут попадаться старые листья. С прошлого сезона можно обрезать эти старые листочки, потому что они тормозят рост. И заодно, таким образом, мы проветриваем кустик. Стараемся рыхлить между кустов, не трогая непосредственно поверхность около кустов, чтобы не нарушить корневую систему. Здесь у нас посадка такая нерядовая, такая небольшая плантация, на которой растет земляника. Поэтому не торопимся, рыхлим и удаляем сорняки. Кроме рыхления и удаления сорняков, конечно, самый важный этап – это подкормка земляники. Но и для подкормки можно использовать различные удобрения. На данном этапе важны азотные удобрения. Можно использовать мочевину, можно использовать гуминовые удобрения, например, «Идеал». Можно использовать флористы, какие-либо микроэлементы, например. А я сегодня воспользуюсь природным почвоулучшителем – цеофлором. Чем интересен этот препарат, который я хочу воспользоваться? Ну, во-первых, я не буду его разводить в воде, а разбрасывать непосредственно на рыхлую почву под ваше растение. Удобрение на основе циолита вносится в рыхлую почву, разбрасываю, и влажная почва рыхлится. Таким образом, циолит поступает непосредственно к кустам растений. В дальнейшем полив приведет к тому, что начнет постепенно работать. Вы должны знать, что земляника требует за сезон 20 грамм азота, 5 грамм фосфора и 25 грамм калия. После подконки я хотела бы использовать препарат от муравьев. Сейчас активировались муравьи. Ну, а какие еще можно использовать препараты для борьбы от насекомых, подскажет эксперт программы Василий Полевой. Передаю ему слово. Как говорится, хорошо то, что качественно. Здравствуйте, уважаемые дачники! Напоминаю вам о способах и средствах борьбы с муравьями. Они разносят по вашему участку тлю, весьма вредную для ваших насаждений. Самым эффективным способом избавиться от муравьев является приманочный метод. Особо я рекомендую средство Абсолют Приманка. Наиболее удобной является Абсолют Приманка в форме порошка, упакованного в капсулы. Можно приобрести блистер с двумя или четырьмя капсулами. При этом норма расхода составит при видимом муравейнике одна капсула на муравейник или при скрытом – две капсулы на пять квадратных метров площади участка. Капсулы открываются и размещаются в земле или под укрытиями вблизи мест выхода насекомых. Приняв приманку за корм, муравьи относят ее в муравейник, где кормят приманкой всех его обитателей, которые погибают через несколько часов после ее поедания. При этом способе муравейник можно полностью уничтожить за 5-15 дней. Для больших участков я рекомендую Абсолют Приманку в банках по 100 грамм. При помощи дозатора приманка легко извлекается из банки, размещается на подложке из любого подручного материала и раскладывается вблизи мест выхода и кормления насекомых. Очень важно защитить приманку от влаги и пыли. Одной такой банки достаточно для обработки 250 квадратных метров территории. Также можно воспользоваться приманкой в форме геля. Абсолют Гель выпускается в картриджах по 5 мл и тубах по 30 мл. И удобство его применения состоит в том, что гель удобно наносить на вертикальные поверхности. Также вы можете воспользоваться традиционным экономичным средством под названием от муравьев. Это порошок, который действует при непосредственном контакте с ним насекомых. То есть погибнут рабочие муравьи, если вы обработаете этим средством дорожки их передвижения. Муравейник, если он находится на поверхности, тоже можно посыпать этим средством. Также можно обработать участок профессиональными концентратами. Агран и циперметрин. Они разводятся в воде, согласно инструкции, и готовым раствором производится обработка из любой распылительной аппаратуры. Средства гран и циперметрин эффективны от ползающих и летающих насекомых. Муравьев, мух, комаров, тараканов. А циперметрин еще от клещей, переносчиков, возбудителей клещевого энцефалита. Обрабатывая участок, чередуйте эти средства. Тогда у насекомых не выработается привыкание, и результат обработки будет выше. Если же муравейник скрыт, и вы видите только снующих туда-сюда насекомых, то лучше примана к вам ничего не поможет. Позаботьтесь о своей безопасности и обеспечьте себе комфортную работу и отдых на ваших приусадебных участках. Василий Полевой. Даешь урожай в тоннах. Компания «Зеленый остров» представляет средства для борьбы с насекомыми, грызунами, вредителями и болезнями растений от производителя. Телефон 955-09-30. Виктор, когда мы выбираем саженцы для посадки винограда, на что мы должны обратить внимание? Ну, в первую очередь, мы не должны забывать, что виноград – это лиана, растет очень быстро. То есть надо выбирать примерно столько, сколько вы будете рукавов хотите иметь. Если двухплоскостная шпалера, то четыре рукава. Если одна плоскостная, то два рукава. То есть не нужно стремиться к выбору высокого сажения? Да нет, это наоборот отрицательно. Не надо ни к чему, потому что штамп у вас вырастет, будет из земли, вам надо, чтобы рукава выходили из земли. При том, как они были над землей, их легко поднимать, опускать и укрывать на зиму. Про это тоже основное не надо забывать. Так, вот этот саженец. Ну, на мой взгляд, саженец просто очень хороший, потому как для развития он как на одну плоскостную шпалеру, так на двух идет. Каким образом? Будущие рукава. То есть вот это у нас будущие рукава. И они все будут востребованы? Все будут востребованы. Ну, посмотрим, вот этот, может, лучше будет. Потом уже, когда в процессе отрастания, мы уже оставим четыре. Здесь их немножко побольше. Тут же ситуация такова. Рукава растут в сторону, а штамп вот этот вот так же растет. То есть растение не должно быть больше 50 сантиметров, потому что мы сажаем на глубину 50. И рукава вот эти должны выйти из земли, чтобы их можно было поднимать, опускать очень легко. А то штамп, если вырастет, то его на зиму укрывать будет очень плохо. Ну, в дальнейшем при посадке мы сейчас возьмем, посадим это растение, и вам все будет видно. Так, ну все, думаю, что достаточно. Теперь мы меряем глубину. Ильин Васильев мне помогает. Вот видите, как раз, ровно 70. То есть глубина должна 70 сантиметров. А температура какая? Теперь мы меряем, какая должна быть температура. То есть на глубине 70. Температура почвы позволяет. Позволяет. 8-10 градусов. Так что спокойно можно сажать. Следующий этап мы должны что? Ну что делать? Надо влагоемкую какую-то субстанцию внести туда. И что это будет? Я предлагаю керамзит, он более доступен. Ну а мы пользуемся перлитом. Давайте сейчас насыпем сюда перлит. Но он такой сыпучий материал. Ну а куда деваться-то? Что же делать-то? Его нужно растворить? Да, его надо смочить водой. Нам надо 10 сантиметров, потому мы пользуемся буром. Это ямка меньше. Ну расход всех остальных составляющих тоже меньше. А если мы керамзит используем, то какой лучше керамзит используем? Ну керамзит все то же самое, керамзит дробленый. Почему мы дробим керамзит? Потому что в керамзит, чтобы впиталось, там поры есть. И вода, чтобы стояла там. А также мы через трубочку будем поливать впоследствии питание, давать корневой системе, чтобы развивалась корневая система, сам стебель. А в перлит нужно еще что-нибудь добавлять? Ну в перлит мы добавим 10 грамм питательного комплекса для развития корневой системы. То есть вот, прям чуть-чуть. Это тоже удобрение, которое используется для подкормки. Да, для подкормки, ну здесь немного изменены параметры, здесь немного добавлено радифарма. Это те вещества, которые способствуют развитию только корневой системы. И вот прямо в таком жидком состоянии? Потом жидко заливаем туда. То есть мы выливаем, высыпаем все это в ямку. Объем должен занять 10 сантиметров по высоте. Теперь мы опускаем туда трубку. Трубка вот такая вот пластиковая, вот такой диаметр примерно сороковая. То есть вот ставим мы, ставим сбоку ямки. Ирина Васильевна, а теперь вот мы приготовили питательный грунт. Из чего он состоит? Ну здесь состоит из верхнего слоя земли, немного торфа добавлено. Ну и также немного перлит. Перлит прям совсем немного. Все в равных частях, да? Да, да, да. А песок не используете? Песок не используем лишь по той причине. Да, это опять. Люди должны сами уже понять, нужен песок, не нужен песок. Ну если нет перлита, можно же песок добавить? Ну можно песок, но перлит чем хорош, он впитывает в себя, а песок просто пропускает в воду. Значит вот сейчас мы еще должны насыпать 10 сантиметров. Все. А так сильно уплотнять не надо, потому что чем сильнее мы затрамбуем, тем сложнее впитывающим. Ну цементировать, скажем так, не надо. Да, да, да. Вот опять мы теперь меряем. Вот у нас осталось 50. Теперь берем саженец, смотрим на него внимательно еще раз, нет ли каких-то недостатков. Я считаю, что недостатков нет. Корневая система развита. Вот у нас 4 рукава здесь. Ну здесь еще почки должны проснуться. Сейчас ничего не обрезаем. Сейчас ничего не обрезаем, лишь по той причине, ну мы же за ним ухаживать будем, будем видеть, что он. Мы сейчас единственное, что его переворачиваем. Ситуация такова. Мы обрезаем контейнер и сажаем его. Днище. Сажаем прямо в контейнер. Прямо в контейнер. Лишь по той причине, что пластик не приобретает минусовую температуру. Это как теплый экран. Вот. И нету растяных корней. Но мы хотим сейчас вытащить, лишь показать, что развитая корневая система. Все наши саженцы, они с развитой корневой системой. Вот вы должны посмотреть. Видите, все пронизано впитывающими корешками. Это вот корешки у нас все этого года. Да, взрослая корневая система и молочная немножко присутствует. Да, да, да. То есть мы будем сажать так или все-таки давайте по вашему принципу в контейнере? Ну корневую систему мы показали, что у нас саженец в хорошем состоянии. Давайте ваш принцип. Да, ну это принцип-то одинаковый. Пусть люди, я все-таки же хочу, чтобы большинство людей достают. Вот из этого и вот по своему. То есть мы в таком состоянии прямо опускаем все? Прямо опускаем все и засыпаем. Там глубоко? Да, именно. Именно. Корневая система должна быть на глубине 50 сантиметров. То, что вот это засыпется, это ничего страшного. Мы на сегодняшний день примерно засыпем вот так. Чтобы прогревалось, потому что довольно-таки глубоко сажаем, быстрее начнет прогреваться корневая система, рост улучшится. По мере отрастания вот этих самых рукавов, которые должны быть над землей, мы будем подсыпать сюда почву. И почву примерно засыпет вот так вот. Так, ну давайте опускаем. Ну вот я прямо беру за это и опускаю. Вот вы сами видите. По центру, да? Да, по центру. Все, теперь мы подсыпаем. Того же грунта? Того же грунта можно. Просто грунта сверху. Почему? Потому что желательно сверху грунта, он менее плодородный, то есть корневая система не будет подниматься кверху. Она пойдет вниз, где питание. Вот это очень важно. То есть лучше использовать? Конечно. Минит плодородный грунт. Сыпать не бойтесь. Еще раз говорю, потому как это лиана. Все, немного протрамбуем. Вот, из-за одного вы видите, вот у нас сейчас находится, скажем, 35 сантиметров. Вот, 35 сантиметров мы не досыпали эту лунку. И теперь мы в дальнейшем будем вот края туда счищать, счищать. Ну это в августе мы должны лунку закопать. Это в дальнейшем. То есть сейчас мы посадили, теперь поливаем, да? Теперь мы поливаем для того, чтобы поливаем очень обильно, для того, чтобы грунт сел и соприкоснулся с корнями. Ну поливаем прямо непосредственно в лунку. Прямо в лунку, да. Ну часть в лунку, часть в трубку также можно. Надо сверху, чтобы просело все. Ну вот мы взяли примерно 7-8 литров, вот все доливаем. Сейчас это все впитается, корни прижмутся к тому грунту, которым мы всыпали. Контакт будет с перлитом, в котором есть немного удобрить. Так что жить ему и здравствуйте. Ну а следующий полив? Следующий полив, ну от состояния атмосферных осадков, я предлагаю через 7 дней примерно. Ну полив уже производить через трубку, теплой водой. Виноград вообще поливает с теплой водой. Ну всегда. Но теплая вода 20-25 градусов. Ирина, хотела основное сказать, что саженцы с закрытой корневой системой сажают с апреля по октябрь, потому как корневая система развита, человек достал из горшка или вместе с горшком и посадил. Ну спасибо. А сейчас слово нашим экспертам. Остекление балконов и лоджий – первый шаг к преображению вашего дома. Установка пластиковых конструкций обеспечит не только защиту от осадков, но и сохранение тепла в помещении и превосходную звукоизоляцию. Мы когда купили квартиру, к сожалению, у нас на балконе был просто откромичен. В том плане, что у нас стояли старые-старые рамы по разбитые стекла. И прожив год с детьми в этой квартире, мы поняли, что нам просто необходим ремонт. И после того, когда я решила, что все, мы точно делаем ремонт на балконе, с выбором фирмы я определилась мгновенно. Я в делах люблю четкость, конкретность и практичность. Я заказывала все под ключ со встроенными шкафами. И вот, наконец-то, наша мечта сбылась. У нас новый красивый качественный балкон, широкие подоконники, где я летом могу поставить цветы, которые я люблю разводить. У меня дочка ставит свои фигурки. И мы вообще безумно счастливы. Спасибо вам большое. Многие компании предлагают не только остекление балкона, но и его отделку и утепление. Срок эксплуатации зависит от качества исходных материалов и соблюдения технологии. Важно выбрать надежную фирму, которая воплотит все ваши задумки. Я выбирала балкон по рекомендации знакомых. Купили квартиру. Балкон был в страшном состоянии, поэтому мы решили, как эстетично его преобразить. Приехал специалист, замерил балкон, посчитал, сколько будет стоить. Помог мне в выборе материала, внутренней отделки, подобрать цвет, дизайн. У меня все устроило и в цене, и в качестве. Сейчас все большую популярность приобретает услуга по увеличению балкона. Сегодня технологии позволяют расширить полезную площадь на 40 сантиметров. А если к заказу прилагаются приятные бонусы в виде рассрочки и скидок, это двойная выгода. Компания «Балкон Плюс» делит цены пополам. И дарит шкафчик 275-60-72, 221-78-33. Дорогие дачники, я благодарна вам за фотографии, которые вы присылаете на конкурс «Мой цветущий сад». Напоминаю вам, что награждение победителя состоится 31 мая на съемках программы «Дачный мир». Победитель получит подарочный сертификат в соляные пещеры. С вами была программа «Дачный мир» и я ее ведущая Ирина Розаева. «Дачный мир» и я ее ведущая Ирина Розаева.